Музыка Многие используют ее, чтобы добиться цели, влиять на мнение других людей или получить выгоду. С ней можно столкнуться во всех сферах межличностного общения. Она это манипуляция и каждому необходимо знать, как правильно с ней взаимодействовать. Это полезная консультация в студии Мариана Дьякова. Мы начинаем. Сегодня о манипуляциях и в жизни, и на работе мы будем говорить с психологом Сергеем Витальевичем Доценко. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, Мариана. Доброе утро, наши слушатели, зрители. Да, и как раз для наших зрителей я хочу напомнить. Телефон прямого эфира 635-85-72. Обязательно дозванивайте. С тем у нас очень интересно. И я уверена, что касается буквально каждого из вас. Либо пишите нам на адрес электронной почты пользы собакотописпоб.тв. Получается, что манипуляция, как вообще часть коммуникации, подразумевает всегда не одну сторону, а это всегда две или больше даже сторон. И для успешной манипуляции нужен не только талант манипулятора, но и какая-то готовность другой стороны быть вовлеченным в эту манипуляцию. Получается, что так? То есть это как такие вот две стороны одной медали. Да, абсолютно верно. Если вторая сторона не готова к восприятию этих манипуляций, то манипулятор своей цели не достигнет. И в определенной степени большая часть наших отношений, или значительная их часть, строится на основе манипулятивных действий. Но зачастую они бессознательно и делаем это то, что мы сказали, для того, чтобы достичь свою выгоду. И выгода иногда это психологическая. Она не определяется тем, что мы приняли, что принято считать выгодой, денежный эквивалент, либо повышение по службе. Это психологическая защита. Ну вот как раз, получается, вы предвосхитили мой вопрос. Получается, что манипуляция, по сути, она практически везде и практически в любой коммуникации в том или ином виде. Да, мы не говорим о финансовой выгоде, но просто расположить к себе, сыграть на каких-то чувствах, убедить в чем-то. Это же тоже все манипуляция. Вот у меня такой вопрос. А в принципе, есть общение свободное от манипуляции? Да, общение свободное от манипуляции точно есть. Но, мне кажется, мы с вами говорили, а если нет, то как раз там законанализ отвечает на вопрос, почему очень сложно установить общение свободное от манипуляции. Почему все наши три внутренних состояния, ребенок, взрослый, родитель, противятся вот этой близости общению без манипуляции. И главный противник вот этой близости общения без манипуляции – это наш взрослый. Да, тот, который имеет значительный жизненный опыт, к сожалению, опыт жизненных неудач, предательств, обмана, и который взвешивает вот эту ситуацию, все время думает, я немножечко не договорю, я немножечко не сделаю, потому что зачем мне быть откровенным, зачем мне быть открытым. Да, о чем-то умолчу. О чем-то умолчу или просто где-нибудь задам вопрос так, чтобы понравиться собеседнику, чтобы не создавать себе лишних проблем. Это как раз позиция взрослого, которая, к сожалению, с точки зрения близости является самым негативным в нашем внутреннем состоянии, по моему мнению. А ребенок тогда, получается, самый… Ребенок очень боится близости, потому что он играет в игру, и задача ребенка, чтобы он продолжал играть в эту игру. Если там два варианта – или разгадают, что он играет в игру, и тогда он перестает играть в эту игру, либо ему нужно в этой игре кого-то обыграть, и он не может вам сознаться, что он играет. А как распознать манипуляцию? По каким признакам, по каким особенностям ее можно вот как-то считать, что это сейчас неправда, это какая-то уловка, это может быть ложь даже откровенная? Есть ли какие-то психофизиологические маркеры, по которым мы можем это определить? Да, конечно, есть, и я думаю, что мы все с ними сталкиваемся, но недостаточно просто их анализируем. На самом деле, все наше поведение, человеку очень трудно скрыть, что он манипулирует. Если мы видим, что это начальник в ситуации, когда он себя ведет с нами, вдруг меняет резко свое поведение, нам иногда кажется, что это действительно наш недостаток, мы склонны относить это к себе. Мы не пытаемся проецировать это на нашего начальника и попробовать понять, почему он это делает. Ничто сделали мы не так. Также в личных отношениях мы зачастую, к сожалению, не оцениваем просто нашего собеседника и на это не смотрим. Это и жесты, и изменение походки, то, как с нами здороваются, как меняется тон человека. Ну, здесь колоссальный набор, перечислить его невозможно, но мне кажется, что здесь для того, чтобы понять, что тобой манипулируют, важно, что ты начинаешь чувствовать, что ты находишься в некой некомфортной среде, ты находишься в некомфортной обстановке, и тебе вдруг становится, что называется, неуютно. И тогда можно вторично, уже какие были признаки, как ведет себя человек, но если ты чувствуешь вот этот внутренний дискомфорт в общении, которого до этого не было, или он усиливается, то это верный признак того, что ты находишься в манипулятивных, некомфортных для себя отношениях. Ложь – это главный инструмент? Ну, ложь – это такое очень сильное слово в разной степени проявления. Может быть, умолчание правды, неполная правда и прям совсем неправда. Это главный инструмент манипуляции? Или есть гораздо более эффективные способы воздействия? Я бы их назвал неэффективными, а изощренными. Ложь – это далеко не единственный и, пожалуй, даже не самый главный. Ну, например, есть такой инструмент, как обесценивание слов собеседника. Если мы выступаем перед аудиторией, и у нас стоит оппонент, который стоит рядом. Мы говорим определенные фразы, неважно, о чем мы рассуждаем, даже своим жестом, своим поведением, просто улыбкой или ухмылкой, точнее, могут обесценивать наши высказывания. Закатыванием глаз. Закатыванием глаз, придыханием, такими ухмылками, которые действуют на публику, на аудиторию, перед которой мы выступаем. Но это действует точно так же и на нас. Человек не лжет, даже не разговаривает с нами, но он абсолютно точно своим поведением, своим взглядом и показывает всем видом, и пытается вывести нас из состояния равновесия. И это, мне кажется, гораздо действенный, на самом деле, более изощренный способ. Спасибо большое за ответ. 635-85-72. Это телефон прямого эфира. Вы также можете написать на адрес электронной почты польза.собака.топоспо.тв. Когда манипуляция приобретает такой агрессивный характер, становится некой агрессией, может быть, сначала словесной, а может быть, даже потом и физической, вот как-то эту грань можно уловить и пресечь это? В любом случае, манипулятор, какие бы это ни были отношения, очень редко, если мы говорим о манипуляторе, а не о явном агрессоре, он свои манипуляции начинает с более, что называется, низкого уровня и повышает его, раздвигает эти границы. И никто, если манипулятор искусный, он никогда не будет начинать сразу с агрессивного поведения, ну, за исключением людей, с кем он не комфортно в общем-то... Да, иначе, получается, он сразу обнаружит свою манипуляцию. Да, иначе это будет слишком заметно, и вряд ли это может быть такой эффективной манипуляцией, которая достигнет цели. Поэтому речь идет именно о том, о чем вы говорите. Как правило, это по полшажочка, понемножечко эти границы увеличиваются, увеличиваются, но всегда в пользу того, кто с вами взаимодействует. Из-за этого, получается, сложно как раз эту грань, наверное, и заприметить. Да, именно поэтому нужно не бояться самому себе сознаваться, что тебе вдруг, а это совсем не вдруг, становится некомфортно, что вдруг что-то изменилось. Ну, есть поговорка, да, если тебе кажется, то тебе не кажется. Именно так. А вот мне не кажется, что у нас есть телефонные звонки, интерес вызывает наша сегодняшняя тема. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Знаете, у меня вот такой вопрос. Я манипулятор в своей семейной жизни, я стопроцентный манипулятор, и от этого, в общем-то, страдают дети и муж. И я это прекрасно понимаю, но иногда мне достаточно хорошо в этой ситуации, а им не очень. Ага. Как тут мне быть? Спасибо большое. Очень такой смелый вопрос. Сам человек осознает себя манипулятором. Ну, это уже полдороги к успеху. Если человек задает вопрос, понимая, что он манипулятор, и говорит, как ему быть, ответить на этот вопрос можете только вы. Вам надо, наверное, попробовать проанализировать, в каких ситуациях вы манипулируете. А самое главное, какую вы хотите достичь цель. Вы на самом деле пытаетесь переубедить своего супруга и детей, чтобы они делали что-то по-другому. Либо вы пытаетесь решить какие-то свои проблемы. То, что беспокоит действительно вас, это будет, наверное, ключом. И коль вы признаете, что вы манипулятор, вы, я уверен, найдете ответ на этот вопрос. А вот это очень интересная мысль. Получается, что зачастую манипулятор манипулирует не потому, что он такой злодей, а потому что просто у него есть внутренние проблемы, какие-то нерешенные, незакрытые, из детства тянущиеся истории. Например, вот часто же говорят про нереализованные амбиции взрослых, которые они пытаются вложить и настоять, и давить на своих детей. Вот это, наверное, из этой серии, да? Да, здесь можно, как ответ на две части разобью. Первое, что действительно люди пытаются реализовать свои амбиции, манипулируют другими. Очень многие успешные люди достигают цели или достигают успеха, используя огромный набор манипуляций, но они решают, становясь успешными, но они решают свою проблему, пытаясь, есть такая игра, что вы будете рады, что знали меня. Они достигают этой цели, пытаясь доказать тем людям, которые в детстве их обижали, не обращали внимания, недолюбливали по их мнению, доказать, что они все-таки хорошие, обратите на меня внимание, любите меня, будьте со мной. И это, наверное, из разряда такой, если можно сказать, то о чем говорил в том числе и трансляционный анализ, о том, что манипуляция, в общем-то, плоха, как и сценарий или игра, если она реализуется человеком ради достижения не своих внутренних ценностей, но она может быть вот в таком положительном контексте, что человек, в общем-то, делая это, несет добро, а может реализовывать это, что называется, наступая на голову других, идти к этой же цели. Но реализует он свою проблему. Спасибо большое за ответ. 635-85-72, это телефон прямого эфира, у нас есть еще звонок, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, и у меня такой вопрос. А подскажите, а как понять, что я не манипулятор? Потому что мне иногда кажется, что я какую-то просьбу прошу или делаю замечания, а как понять, что я, наоборот, не манипулирую над человеком в этот момент? Спасибо большое за ваш вопрос. Какие у нас удивительно самоанализирующие и самокритичные зрители, да, сегодня? Так, вот как же понять, что ты не манипулятор? Если вы строите свой диалог, действительно пытаясь донести, строите свой диалог как взрослый со взрослым, если вы выстраиваете, делаете замечания, делаете замечания в той форме, которая несет коннотацию объяснения, вы не разговариваете с ребенком, с внутренним ребенком или с вашим действительно маленьким ребенком, который у вас есть, делаете ему замечания в такой форме, что он будет угнетать, подавлять или будет улетворять ваши амбиции. Если вы как руководитель или сотрудник беседуете со своими коллегами, пытаясь действительно разобраться, если вы не говорите, ты сделал неплохо, ты сделал плохо или можно было бы лучше, а подходите и говорите, давай подумаем, может быть, мы смогли бы сделать это лучше, или у меня есть определенный опыт, если хочешь, я с ним поделюсь. Вы делаете свой комментарий к поведению другого человека на вопрос, как вы разговариваете? Получается, что честность – это такая честность, искренность по отношению, в первую очередь, к себе, к своим интенциям. Это, наверное, и есть залог того, что ты не манипулятор, когда ты говоришь прямо, честно, то, что ты думаешь. Тут, наверное, нет скрытых. Да, это позиция внутреннего нашего взрослого, который абсолютно точно понимает, что он хочет, чтобы взаимодействие людьми выстраивалось таким образом, чтобы они получали наиболее позитивный результат с прикладыванием меньших физических, материальных и психологических усилий. Сейчас очень такое популярное, даже, я бы сказала, модное, не то, что только слово, а вообще разоблачение неких абьюзеров в жизни, везде. Вот слово «абьюз», «абьюзер» очень часто используется. «абьюзер» – это, получается, тот же самый манипулятор, который использует вот этот вот арсенал, да, которым мы говорили, там, может быть, закатывание глаз и какие-то замечания, колкости, может быть, когда-то и шантаж. Это действительно получается, что мы имеем дело с манипулятором. То есть абьюзер – это равно манипулятор. Да, ну, мне не очень нравится вот импортная терминология, потому что мне кажется, что она не до конца определяет о нашей ситуации. Да, так же, как, например, с термином «буллинг», мы гораздо вот приятнее термин используем нашими психологами детскими, которые говорят прямо «травля». Да. Так же с абьюзером нужно разделить. Если это абьюзер, тот человек, который вас, извините, просто поколачивает, это ситуация одна. Если это психологический… Психонасилие, да. Абсолютно правильно. А если это психологический абьюзер, что может доставлять еще больше проблемы, мы можем, извините, подраться на улицу с кем-то, пройдет синяк, и мы можем об этом психологически, в общем-то, не нанести травму. Да, это не нанести такую травму, да. А если психологическое воздействие оказывается на нас каждый день, в семье, на работе или где-то в коллективе, это может принести и к самым негативным последствиям, и к действительно психическим заболеваниям у людей. Поэтому, ну да, в любом случае, мне кажется, что для того, чтобы… Если мы говорим о психологическом насилии, это манипуляция. Человек… Задача любого манипулятора – это вывести нас, по сути, из равновесия. Это воздействует на наши чувства и эмоции. Создать у нас либо чувство страха, либо чувство неуверенности, либо чувство зависимости. Это нельзя расценивать и достичь, кроме как способа манипуляции различными. Спасибо. Мы обязательно продолжим наш разговор, сфокусируемся и на транзактном анализе, и на положительных манипуляциях, но сразу после небольшой паузы оставайтесь с нами. Это полезная консультация. Мы сегодня говорим о манипуляциях и в жизни, и на работе. 635-85-72. Это телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться. Можете также написать нам ваш вопрос на адрес электронной почты польза-собака. topspb.tv Вот мы все распекали эти манипуляции, говорили, какие-нибудь плохие, ложь там и все-все-все, и лезь… Ну, нет, вот лезь, кстати, вот, кстати, это слово. Лезь-то вроде бы приятная история, но это неправда. Это какое-то гипертрофирование или вообще выдумка. Но наносит ли вот такого рода манипуляция какой-то урон тому, кому она адресована, тому, кем манипулируют? Например, через лезь что-нибудь получить? Я не помню, кто из классиков, но абсолютно точно сказал, что лезь унижает человека. Безусловно, я с этим соглашусь, но опять-таки граница нашего восприятия, что является лезтью, а что является, по сути, поддерживающей терапии, поддерживающей психологии, мы все нуждаемся в поддержке, абсолютно точно. И когда мы воспитываем ребенка маленького или даже воспитываем ребенка внутреннего в нашем собеседнике или в коллеге, очень часто он нуждается в этом подкреплении. И мне кажется, что иногда мы можем сказать, что ты выступил отлично, когда нам кажется, что он выступил хорошо, если мы действительно понимаем, что это будет способствовать его развитию. Опять-таки это зависит от границ личного восприятия, нашего воспитания, ну, не знаю, в конце концов, наших этических норм и правил, которые для нас приемлемы. И очень важно, чтобы это не было сделано только ради листья, чтобы эта поддерживающая терапия, если это терапия, она была бы продолжающейся, чтобы мы поддерживали это не просто словами, а чтобы мы действительно, если это ребенок, участвовали в его развитии и помогали ему развиваться дальше. А как реагировать вот на такие, в кавычках, позитивные манипуляции? То есть если с отрицательной, понятно, что можно ставить блоки, можно пытаться уйти от нее, потому что, в принципе, ее можно распознать. Здесь вот гораздо сложнее, ну, если тебе говорят, что это комплиментарное, приятное, но вряд ли в лоб ты ответишь, что что-то блокирующее коммуникацию. Вот как действовать в таком случае, если это все-таки не поддержка, это не по отношению к тем, кто нуждается в этой психологической опоре, а это явная манипуляция, но завуалированная в очень приятные слова. Если человек, как звонивший сегодня в студии, задававший вопросы, понимает, что это завуалированная лесть, которая, опять-таки, вы, если это понимаете, это очень хорошо, тогда, как и в любой манипуляции, есть два вопроса. Что я делаю не так, я бы задал себе, и зачем это нужно человеку. Ну и, соответственно, делал бы вывод опять про себя, да? Наверное, с точки зрения культуры, простого культурного общения, нет смысла их блокировать, а есть смысл просто осознанно к этому относиться. Но, вы знаете, как я на одной из своих работ очень часто вспоминал, ругают, отлично, значит, делаем что-то правильно. Похвалили, вышли из совещания. Надо подумать, что я сделал не так. Я не шучу. Прекрасный совет. Вообще, мы можем говорить, что манипуляция, это может быть хорошо? Вот вы приводили пример, что дети, которые подвергались, может быть, там, и травле, и, может быть, с каким-то проблемом, а потом, ну вот так, если прямо говорить, на зло доказали, может быть, использовали какие-то манипуляции, но добились чего-то хорошего и приносят пользу. Вот из этой области можем привести еще какие-то примеры хороших манипуляций? Ну, не знаю. Самый хороший, или сам, вернее, простой пример манипуляции я не курю и никому не советую. Но если вы видели пачку сигарет сегодня, как они продаются, это самый простой пример, с моей точки зрения, позитивной манипуляции, на которой написано, что курение убивают, но мы прекрасно знаем, что не все умерли от курения, а некоторые живут достаточно долго. То есть это та манипуляция, которая порождает у людей чувство страха и говорит, что... Ну, и продлевает их жизнь, здоровье укрепляет. Да, а в итоге абсолютно точно, статистически доказано, что огромное количество людей продлевает себе жизнь. Или манипуляция о том, когда мы говорим детям о том, что если ты будешь плохо учиться, ты не станешь великим конструктором, художником, ученым или кем угодно. Или наоборот, ты станешь дворником. Да, например, или ты станешь дворником. Если это не просто, вот манипуляция не просто это слова, а в какой-то момент мы понимаем, что внутренний ребенок, его нужно остановить. Вот он расшалился, его нужно таким образом остановить. Но это же тоже манипуляция. Мы понимаем, что далеко не все великие ученые были отличниками. Сергей Павлович Королев учился на тройке с двойками. Абсолютно. А дворник прекрасная профессия, потому что тоже приносит очень много позитива. Зачастую гораздо больше, чем другие. Спасибо большое за ответ. А у нас еще есть телефонный званок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я хотела бы задать такой вопрос, вернее, получить даже, может быть, совет. А у меня на работе есть сотрудница, которая ведет себя достаточно негативно, постоянно. Она не является руководителем, сразу скажу. Она просто в очень негативной форме целый день преподносит все, все, что она делает, все какие-то свои желания. И при этом она недобросовестно выполняет свою работу. И на замечания тоже реагирует очень негативно, агрессивно, не хочет этого воспринимать. Таксичный человек. Да, да, очень. И дело в том, что, когда появляется кто-то из руководства, она очень редко меняется в поведении, в лице. И с ней очень сложно коммуницировать. Уволить ее пока не представляется возможности. Из нее страдают другие коллеги, некоторые из них уже уволились. И от нее очень тяжелая энергетика атмосферы. Вот это тиран, тиран местный. Что делает, да? Вот такой вопрос, да? Да, лучше все-таки как-то коммуницировать, чтобы не было себе вред. Потому что иногда это влияет даже на физическое самочувствие. Да, вот как коммуницировать с таким злостным манипулятором? Ну, это, наверное, общий вопрос у всех, как противопоставить манипуляциям. Я отвечу не конкретно на этот вопрос, а, наверное, более общим. Конечно. Каким-то более общим образом. Но один из способов, мне кажется, наиболее эффективных противостояния манипуляции, это то, о чем сейчас спросили. Спасибо, действительно интересный вопрос, нерасхожая фраза. Если у вас нет выхода из ситуации, то, о чем вы сказали, схожая ситуация может быть, когда вы в подчиненном отношении, когда у вас начальник. И вы понимаете прекрасно, что жесткое противостояние этой манипуляции придет к еще большим негативным последствиям. Вы не готовы увольняться с работы в силу различных причин, неважно каких, и понимаете, что прямая конфронтация, то есть попытка поставить стоп манипуляциям, придет к еще большим вашим внутренним переживаниям. Попробуйте научиться играть в игру, например, в вашем коллективе, когда вы будете предугадывать действия вашей коллеги. И когда вы знаете, что она будет приходить и, например, говорить, а, у вас, как всегда, здесь отчет до конца не доделан, или делать вам замечания по определенной теме, попробуйте сыграть в игру, что вы вместе с коллегами знаете, что она будет говорить, и даже не обязательно это обсуждать вместе с вашей токсичной коллегой. Вы обсуждаете это друг с другом, и попробуйте получить от этого, может быть, звучит немножко цинично, но удовольствие, предугадывая это. Мне кажется, это в определенной степени позволит вам избавиться от того, о чем говорите вы. Вы перестанете переживать и даже чувствовать себя, как вы правильно сказали, психосоматически хуже. Ну, очень сложный, но очень рабочий способ в данных ситуациях. А это прям при вот токсичной коллеге прям говорить? Нет, не обязательно. Сейчас Анна Петровна делает только. Коллектив 5 человек, одна токсичная. Придумайте, что придет сейчас коллега и давайте будем играть в игру, что она сейчас скажет, или кого она упрекнет, или на что будет жаловаться. И сделайте ставки. Кто проигрывает, дает всем по конфетке. Ничего себе! Это делать в закрытом чатике. Ну, как угодно. Где ее нет. В зависимости от формы общения. А, то есть мы начали получать от этого какое-то такое удовольствие, повышать себе настроение. А если, например, это общение один на один с манипулятором, мы отошли от ситуации, о которой рассказала наша телезрительница, как правильно реагировать, если ты четко считываешь, что это манипуляция? И ты не хочешь ей поддаваться. Надо прилиться для себя. Если вы хотите продолжить отношения, вам стоит сесть и попробовать поговорить с этим человеком, как с взрослым человеком. И, например, если вам делают замечания, мне кажется, что ты там недостаточно хорошо что-то сделал, недостаточно хорошо выглядишь, ну, например, ответ может быть простой о том, что я предпочитаю сосредотачиваться на своих положительных качествах. Или да, я знаю. Или ответить, ну, мне кажется, что тебе просто кажется, что я там недостаточно хорошо что-то сделал. Но это такая некая грань недоверия, где вы просто ставите вот этот барьер. Под сомнение, да? Вы ставите под сомнение то, что говорит человек, и он видит, что вы на эту манипуляцию не поддаетесь. Она не работает. Он не может вывести вас из этого состояния А вторая ситуация, что вы пытаетесь с ним все-таки поговорить, это в зависимости от ситуации человека, от того, насколько он нам близок и духовно, и необходим в силу обстоятельств по работе или жизни. Но надо пробовать понять, в чем проблема человека, почему он пытается, я еще раз повторюсь, в манипуляции зачастую человек решает чаще всего свои проблемы. Можно ли открыто сказать, я вижу, что ты мной манипулируешь? Да. Но надо понимать, что в определенных историях это приведет к разрыву отношений. Если человек понимает, что он не сможет больше манипулировать сами и достигать своей цели, если он решает свою проблему, значит, он будет искать другого. Вы потеряете этого человека. Готовы вы к этому? Ну да, тут очень много нюансов и вопросов. Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Успели рассмотреть многое, но многое еще осталось, что было бы интересно рассмотреть. Я напомню, что сегодня о манипуляциях в жизни, на работе, вообще во всех сферах. Мы говорили с психологом Сергеем Витальевичем Доценко. Спасибо вам большое, Сергей Витальевич, за наш сегодняшний разговор. Ну а эфир телеканала Санкт-Петербург продолжается. Что это значит? Это значит, что впереди вас ждет очень много интересного. Не переключайтесь, пожалуйста, дорогие телезрители.